Зачастую шрифты бывают нескольких форматов U-Font и U-Asset Первый можно извлечь и переименовать в обычный TTF Это значит, что процесс можно обратить вспять Достаточно взять любой TTF или OTP-файл Изменить имя формата и с помощью компилятора Unreal Pack Сохранив правильную последовательность под папок Создать новый пак-архив Важно, чтобы в конце имени архива было нижнее подчеркивание и буква P Что даст понять игре, что ваш архив является патчем или аддоном Что не является чем-то важным К сожалению, не всегда новые версии движка хотят понимать такие паки Если основной архив разбит на три части Вероятно, придется загружать Unreal Engine И, используя Chunky и Iostore, создавать такую иерархию Об этом на канале уже был ролик И вы найдете его в описании к этому U-Asset Если шрифт в этом формате, то его не декомпилировать в читаемый вид Это значит, что если мы хотим такой тип шрифта заменить в игре То без Unreal Engine тоже никак Создаем новый проект, соблюдая иерархию каталогов И одним из способов добавляем TTF файл Самый простой вариант Предварительно установить в систему требуемый шрифт И в оффлайн режиме найти его и выбрать Теперь отмечаем флажок Указываем размер карты вашего шрифта И если у вас кириллица, то еще и прописать нужно Unicode Который вы видите на экране Не забываем переименовать шрифт Если нужно Сохраняем и реимпортируем Здесь же можно протестировать, подхватилась ли кириллица Теперь вы можете использовать Unreal Pack И сбилдить новый архив, используя U-Asset Или назначить Чанг и сбилдить проект в редакторе Unreal ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый архив переименуем Как уже было оговорено с буквой Пи И поместим в папку с другими игровыми архивами Все, удачи, тамодачи Одной цепью связанные Одной цепью скананные